Почему легенду о романе мастера Маргарита связывают со смертью Ильи Оленикова? Слушайте, разговоры разговорами, но это происходит. Я такой человек, который не сильно во что-то верит, но допускает. Как, выбирая натуру для фильма «Моя граница», погиб Андрей Ростоцкий? Он боялся высоты, но он это тоже делал в рамках дозволенного, он же тоже не безбашен. Что погубило Андрея Краско на съемках фильма «Ликвидация»? Изнуряющая жара или пагубная привычка? Они вбухнули, вмазали, добавили, прибавили. Какие черты характера Андрея Панина привели к его трагической гибели во время работы над фильмом «Гетеры майора Соколова»? Это драки, это любовь, это женщины, это алкоголь, потому что иногда прятаться больше не за что. Тут нет ничего! Мы признаем, что безосновательно назвали вас «Свиньей». Да, вот. Вот именно. Это одна из последних видеозаписей с участием Ильи Олейникова. В конце октября 2012 года прямо со съемочной площадки программы «Городок» актера увезли в больницу. Он уходил на моих глазах. Но и что? И как? Невозможно это себе сказать. Невозможно. Конечно, эта надежда была. Тем более он ее нам дал, эту надежду. Да, потому что нам были положительные результаты в лечении его. Такие были подвижки хорошие. И при том, что человек уже не был лежачим больным. Мы же работали до последнего дня. Работали, несмотря на диагноз, который поставили Илье Олейникову медики. Рак легкого. И когда пропал голос, вместо него несколько выпусков программы озвучил другой артист. Даже курсы химиотерапии не прервали съемки над любимым детищем Олейникова. И все это время врачи говорили. Есть шанс на выздоровление. Дело идет на поправку. It is very, very important. Very, very important? Yeah. Верить, верить, а не может. And now... И вообще... Times пишет... Times пишет... Who is who in Russia? Программа «Городок» выходила на центральных каналах без малого 20 лет. Почти с самого первого выпуска ее сопровождала бешеная любовь зрителей. Помню, они гастролировали тоже программой «Городок» по южным городам летом. Я была очевидцей, когда на пляже, в то время, когда он поплавал, решил позагорать и уснул. А я куда-то отлучилась. Я сейчас прихожу, и вдруг я вижу, ложатся какие-то люди рядом с Ильей, а их друзья сверху их фотографируют. То есть Илья не мог как бы на это реагировать, он спал элементарно. А все получали колоссальное удовольствие. И так отползали, отползали. Другие ложились и так же фотографировали. Он был настолько очевидно соседский, настолько очевидно реальный и существующий, что люди не видели вот этой грани телевизионной. То есть он для них был просто роднулечка. Идея программы принадлежала Илье Олейникову. Но родилась она только после знакомства с Юрием Стояновым. Совместная работа на питерских каналах в программах Адамова Яблока, Киргуду были удачными. Актеры еще и подружились. Я себя дружил и дружил, но в его еврейской голове, умной и практичной, все время крутились какие-то мысли, как монетизировать эту дружбу. Но потом я понял, он находился в поиске партнера. Потому что он всегда признавался, что он хронический. Он не может существовать на сцене без партнера. То, что мы сейчас пропели, кое-кому не по душе... До начала карьеры на телевидении Илья Олейников больше 20 лет выступал по всей стране, как эстрадник-юморист. Досконально изучил своего зрителя. Сам обладал хорошим чувством юмора. Шутки и розыгрыши были для артиста родной стихией. Он мог позвонить на меня, там, Ириша, у меня самолет отменился, я не прилечу, прилечу через два дня. А звонил он там с будки внизу, с телефона внизу, из дома. И приходил там через пять минут домой. Ну, будучи уверен, естественно, в маме, конечно же. Вот. И мама тоже как-то попала в командировку и увидела, что отец там был. Она ему не стала ничего говорить. Написала ему записку, что она его поклонницей. Будет его ждать в номере таком-то. Знаете, как жестко? Жесткий прикол, мать так. Нормально. Ну, она, говорит, приближала часов, стук с цветочками, все дела. Ну, тут, говорит, я такая... В общем, мама тоже меня с чувством юмором, безусловно. Но в последние годы жизни от былого веселого настроения артиста мало что осталось. Навалились проблемы, в основном денежные. В голове копились дурные мысли. Я, естественно, подстраивалась, как могла. Вначале хватало сил на все и на вся, потом становилось все меньше и меньше, поэтому и какое-то ворчание где-то проходило. Он уходил в себя, он иногда это и не слышал. И слава богу, потому что, когда я начинала повышать голос, он так друг говорит, а что ты кричишь? Я говорю, я же тебе то же самое сказала, пять раз, только ты не слышишь. Когда врачи диагностировали рак, родные не стали уговаривать артиста прервать съемки. Он и сам этого не хотел. Самое глупое, что можно сказать, оставьте этот кусочек в фильме. Это была работа, которая продолжала жизнь. Иначе бы он не работал до последнего дня. Значит, эта работа продлевала, значит, она отдавала смысл жизни и стимул. Он не в шахте работал и не на радиоактивном производстве, Илья. Он занимался самореализацией. Другое дело, приносила ли эта работа страдания, например. Если говорить о последней части жизни его и о мюзикле, безусловно. Я не бог, не черт, и я не ангел с неба, я пророк! Я пророк! Я пророк! Расходы на постановку мюзикла «Пророк», который Олейников взял на себя, не перекрывали доходы от спектакля. Не прибавляли оптимизма и слухи вокруг картины мастера Маргарита. В ней Олейников снялся незадолго до болезни. Премьерный показ собрал у экранов 40 миллионов зрителей. Тогда его посмотрел каждый третий взрослый россиянин. На следующий год фильму вручили премию ТЭФИ. Но разговоры велись не только о мастерстве его создателей. Очень скоро фильм окружила суеверная молва. Роман Булгакова разрушает и уносит жизни тех, кто к нему причастен. Один за другим уходили члены съемочной группы сериала. Но, к сожалению, так оно и происходит. Вы посмотрите, там же Влад Галкин снимался, совсем молодой отец. Лавров. Слушайте, разговоры, разговоры, но это происходит. Я такой человек, который не сильно во что-то верит, но допускает. Илья Олейников стал 17-м участником съемок фильма «Мастера Маргарита», который ушел из жизни. Если бы реабилитацию после болезни артист проходил южнее, мог выжить, считают близкие. Но Олейников, уроженец теплого Кишинева, без города на Неве и его горожан себя не мыслил. Петербуржцы отвечали ему взаимностью до последней минуты. Надо отдать должное питерцам и Питеру, и питерскому ГАИ. Они так организовали... Ну, слушайте, умер просто любимый артист. Не член политбюро за стойные годы. Они организовали проезд от Конюшиной, от театра эстрады, через весь город, по Московскому проспекту, проехать весь Пулковское шоссе и уйти на Пушкин, потому что он похоронен в Пушкине. Они перекрыли все это расстояние, все. И стояли мальчики, стояли гаишники на перекрестках, которые перекрывали вот этот проезд кортежа. Они все отдавали честь. Причем команды такой не было. Вот как-то это очень искренне было. Разные пожилые люди. Смирается над собою клоун. С ним хорошо всем, но не мне. Там цирк всегда народу полон. Там часто в звонкой тишине. Смирается над собою клоун. С ним хорошо всем, но не мне. Субтитры сделал DimaTorzok